Привет, Россия! Я Рик. Я Майкл. Я HP, и вы смотрите Energy TV. Викед! Слушает мир, слушаешь ты. Радио Energy. 104.2 FM. 1, 2, 3, fire! Вы ведь в России не в первый раз. Наверняка с вами происходило здесь что-нибудь интересное. Мы любим тусоваться по клубам и барам. А днем обычно осматриваем всякие достопримечательности. В Питере, например, мне очень понравился Эрмитаж. Мы там провели несколько часов и еле смогли оттуда уйти. Не то чтобы дорогу забыли, просто там очень красиво. Вообще, я с детства мечтал попасть в Россию, но тогда это было невозможно. Молодым этого, к счастью, не понять. Поэтому, когда я оказываюсь в России, я всегда стараюсь посмотреть как можно больше достопримечательностей. Это невероятная красота. Я знаю, что в конце июня у вас намечается какой-то грандиозный концерт. Что это будет за шоу? Этот концерт называется The Stadium Tecno Inferno. Он пройдет на очень большой площадке, которая вмещает 55 тысяч человек. На этот концерт приедут наши фэны со всего мира. Будет очень много пиротехники. Мы сейчас как раз работаем над программой. Многое держится в тайне. И единственное, что могу пока сказать, так это то, что таких шоу мы еще не делали. Так что не пропустите. Возможно, через 2-3 года мы это и повторим. Ну и, конечно, планируем выпустить шоу на DVD. А правда, что после этого концерта ваша группа распадется? Возможно, если я, к примеру, прыгну в пиротехническую установку, тогда этот концерт действительно станет для нашей группы последним. Мы всегда находимся в опасности. Фэны вас чем-то удивляют? Я постоянно поражаюсь, как им удается отслеживать наши концерты и попадать на них. Кроме этого, они дарят нам огромное количество подарков. Моя квартира уже завалена всякими сувенирами и рисунками. Самых преданных поклонников, которые с нами уже долго, мы приглашаем на бэкстейдж. Они не сходят с ума, как, к примеру, поклонники Tokyo Hotel. Ведут себя абсолютно прилично. Фотографируются, болтают, и это здорово. Я считаю, что самое главное — они дают нам время на отдых. HP, скоро твой день рождения. Как собираешься отмечать? Я хочу его отметить дома с друзьями. Мы будем тусить всю ночь, как обычно. Ну, как-то так, ничего особенного. О чем ты мечтаешь, когда появляется свободное время? Я почти всегда мечтаю о солнце, пальмах, море и коктейле в руке. Мы часто выступаем в странах, где температура около нуля, поэтому нам не хватает тепла. И напоследок, почем рыба? Нам этот вопрос задают с 98-го года, и мы по сей день не можем найти на него ответ. Я пока не смогу найти ответ. Сколько рыба? Слушает мир, слушаешь ты. Радио Energy. 104,2 FM.